Знанием все возрасты покорны. В этом году в игре «Что, где, когда» соревнуются сразу несколько команд этой. И школьники, и предприниматели, и сотрудники библиотек, администрации, и даже журналисты. Самые эрудированные получат кубок главы города. На первый взгляд соперничество это неравное, но жизненный опыт и высшее образование здесь роли не играет. Чтобы выиграть, достаточно быть преданным своему Владивостоку. Здесь на зубок нужно знать не только прошлое столицы Приморья, но и разбираться в современных фактах. Совершенно разные люди. И молодежь, и очень уважаемые, опытные, уже знающие многое. Если кто-то выиграет и будет сильнее, чем наша команда, то опять же здорово подтверждает, что город очень талантливых, умных людей. Ответственность на участниках лежит серьезная. Во-первых, игра юбилейная. Проводится уже в пятый раз. А во-вторых, турнир приурочили ко дню рождения у города. Так что, когда в такой праздник спрашивают о Владивостоке, просто нельзя ошибаться. Мы боимся не победить. Потому что мы пришли побеждать. Готовились, прорабатывали вопросы прошлых лет, прорабатывали просто базу вопросов ЧГК, поднимали командный дух. Вряд ли кто-то найдется тот, кто скажет, что я знаю все о городе, про город или про любую тему. Наверное, какие-то аспекты нам знакомы. Надеемся сориентироваться по ситуации. Здесь более 50% людей в очках. Мы, естественно, серьезная команда. От исторических фактов до городских мифов ответы всем известны имена и названия. Но вот только сами вопросы прячут истину за витиеватым описанием. Например, такая загадка. Известная личность из Владивостока, которая прославилась своим скандальным поступком в федеральных СМИ. Ну, несомненно, это кошка матроса. Мы как бы и думать не стали. Спасибо. Я думаю, что эти слова мы и думать не стали. Не станут девизом сегодняшней игры. Даже эта кошка тоже часть нашей истории. Пусть небольшая и несерьезная. Зато такие колоритные персонажи и создают облик города. Первое место вот такой вот кубок главы города получит только одна команда. Но, по сути, сегодня все из игры выйдут победителями. Ведь главный подарок на День города участники получили еще заочно. Это знания, которые можно использовать, множить их и делиться ими с другими горожанами. Наталья Ладудька, Александр Бортовщук. Новости на восьмом.